Новые комичные приключения и неожиданные сюжетные повороты. Совсем скоро грандиозная премьера четвертого сезона Папаник. Не пропустите! Ох! Ох! Санечка, ты уже здесь? Конечно, мы же на восемь договаривались. Ох, мы сегодня попаримся. Ох, попаримся. Саня, а где виски? Мы сбрасывались. Сюрприз. Саня, я знаю твои сюрпризы. Конспирация. Тут со своим нельзя. Отведайте чайку. Какой чаек? Виски где? Отведайте чайку, говорю. Ох! Ах, крепкий чаек. Двенадцать лет выдержки. А мой сюрприз будет чуть попозже. Вот эти вот. Фигуристые, работящие, все, как ты любишь. Смотри. Все, как ты любишь. Здравствуйте, ребята. Привет, Зака, привет. Сюрприз. Здрасте. 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 Ребята, как и договаривались, сегодня паримся с женами. Походу, мой сюрприз будет лишним. Я Марина. Олег. Александр. Да. А где ваши жены? Да, ребята, где жены? Жены ваши? Где? А где? Ребята, супруга моя. Вот с утра прям собиралась. И тут сердце прихватило. Ой. Ну куда в баню с больным сердцем? Вот со здоровым, как у вас? Можно. А ваша, Саш? А моя? Да. А где жена твоя, Саша? Саша, где она? А-а-а. Она же кошка заболела. Ага. Да. И моя Анжела повела ее к ветеринару. Вот молодцы, ребята. Другие бы сразу воспользовались случаями, пресс-цитуток вызвали бы. Да? Да. Я Женьку чё не отпускала. Говорю, шалавы будут, поотрываю всю. И тебе, и тому, кто их пригласил. А-а-а-а. Поэтому только с женами паримся. Да. Да, 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 да. Ну сегодня я одна на всех. Нежданчик. Да. Ну располагайте там тапочки в простыне. Не-не-не-не-не, у меня все свое. Неизвестно, кто тут до нас парился. Да кто ты? А где я могу переодеться? А-а-а. А вот там, да. А-а-а. Женя! Что? Женя! Что? Ты привел в баню жену! Вы слышали, ребята? Если она сказала, оторвет, она оторвет. Мне это дороже. Ничего, потерпите. Потерпите? Сейчас вот эти вот приедут, дурочки. О-о-о-о. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Женя, Женя, Женя. А зачем вам в бане вот это? А-а-а. А это мы балуемся. Воду в них наливаем и бросаемся, а обливаемся. Да. Традиция у нас такая. А-а-а. По-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Привет, мальчики. А вот и мой сюрприз. Батальон удовольствия прибыл. Да, готовил свои пушечки. И-э-а-о-у-и. А это кто такие? А что, не видно? А это кто такая? Ну, если конкурентка, то... Ну, это моя женщина. А ты гурман такой выбрал? Это я его выбирала. Женечка, последний раз спрашиваю, кто это такие? Это? Да. Это... Это, простите, ребята. Жены. Жены, ребят. Да. Девочки, пожалуйста, подыграйте, а то мне оторвут. Двойной тариф. Хорошо. Знакомьтесь, девочки, знакомьтесь. Много о вас слышала Анна. Снежана. Да. По паспорту Снежана. А я, чтобы, короче, Анней зову. Да называй, как хочет. Ну, тогда и меня называйте. Просто Мари. Анжела. Тихо, тихо, тихо. Тут совпало. Что ж, девочки, идите к своим мужьям. Анжела идет к Саше. А Анна Снежана, соответственно. Привет, любимый. Я вообще-то рыженькую хотел. Так не проблема. Ну что, присядем, что ли? Давай, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Женя, Женя, ну подстели. И неизвестно, какие шалавы тут до нас парились. Ну мы были пару раз в воскресенье. Ты ничего не перепутал? Ну что, дома же так. Девочки, встаньте, пожалуйста. Анжела, а как там ваша киска? Нормально. Вылечили? А что было? Да так, по-женски. А кому показывали? Да кому, надо-ка, не показывала. Ну что, может, чайку? Хороший чайок. Крепкий. Я заваривал. Ага. Ой, девочки, у вас в сумке тут что-то вибрирует. Алло. Да, освобожусь через час. Ну где, где? С работой. А это что такое? Новый веник для вани? Эх, Женька, я тебя сейчас им попарю. Ха-ха. Можно, девчонки? Берите, вам понравится. А это новый массажер какой-то, да? Да нет, это вот так берем. Это для диеты. Чтоб не есть после шести. А мне надо размером побольше. И с амбарным замком. А вы? Чего притихли? Вы думаете, что я ничего не понимаю? Понимаете? Это просто... Вы ж выпить хотите, правда? Да. Да. Я ж тоже не с пустыми руками пришла, Жень. Взяла нашу настоечку. Семьдесят четыре градуса. О, давайте бахнем. Да. Вам же нельзя, Аня. Что? У вас же сердце. Да? Да. Ан-дан. Саш, может быть, у вас капель чая нет? Нет, только не в чай. Давайте я так. Чистоганом. Крепой-ка настойка, крепкая. А теперь чай-ком, чай-ком, чай-ком. Чай-ком, чай-ком, чай-ком. Чай-ком, чай-ком, чай-ком. Ааа. Ну что, рыжая, а погнали париться? Погнали. А мы действительно с Саней пойдем попаримся по-мужски. Пойдем, пойдем, пойдем. Идите, мальчики. Попарьтесь, а мы тут с девчонками покалякаем. Нет, нет, я вас одних не оставлю. Иди в баню. Аня. Ну вам же нельзя. Чего? А, сердце, да. А давайте развлекаться, как мужики. Вы знаете, что они с ними делают? Ну, вообще-то догадываемся. А давайте их наполним водой. И когда мужики выйдут из парилки, мы их как жахнем. А может, без воды лучше жахнем? Без воды не так весело. Все, все. Все, девочки. Напарились, давайте, собираемся. Идемте. Пора. Ну, ребята, давайте еще посидим, пообщаемся. Нет, знаете, просто сидеть и общаться дорого. О, и в копеечку же мне влетают эти посиделки с женами. Да, идем, Мариночка. Давайте быстренько, оперативненько. Идем, да. Ой, извините. Опоздала. Ну, и где этот заикающийся мачо, который меня заказывал, а? Ой, ложечка моя жилобовыкивистая, да сподвы подвертом. На дворе трава, на траве трава. Саша, Саша, от кого, от кого, от тебя, я этого не ожидал. Ай-яй-яй. И вы молчите? И никак не отреагируете, да? Это что тут происходит, я не понимаю. Саша изменяет своей жене с проституткой. А по морде ему дает жена Олега. Вы что меня тут за дуру держите? Вы думаете, я не догадалась, кто вы? Ну, вы же эти. Эти, вот эти, которые меняются. Стрингеры! И ты молчал? Не отрывай. Да ежик. Всю жизнь мечтала попробовать. Все идем в баню. Ну, чтоб лед стоял, и бабы не мешали. О, точно. А где Саня? Саня-ка, обещал прийти. О, Санек! О, Сашка! Где ты ходишь? Внимай кружку. А он сегодня без кружки. Куда? Я это... Куда уже собрался? Да поздороваться хочу. Стоять! Знаю я ваши вот эти вот здоровкалки. Ты потом дома с унитазом всю ночь до утра попрощаться не можешь. Вот так здороваешься. Да что ты, я только руку пожму и все. Я тебе сейчас голову пожму и все. Отсюда давай здоровайся. Вика, блин, что ты меня позоришь? Как мне потом мужикам в глаза смотреть? Трезво. Со здоровой головой. Привет, мужики. Ты даже ее видишь? Вижу. Фух. Я думал, водка паленая. Надо спасать друга. Идем. Куда? Куда оно стоять? Мы поздороваться. Вы уже так наздоровались, что вашим здоровьем сюда пхнет. Это дезинфекция? Для профилактики. Вот и сидите у себя там в профилактории. А мы сегодня соблюдаем дистанцию от вас. Заболели? Выздоравливаем. Все. Клева не будет. Да. На рыбалку же и нельзя со своей рыбой. А этот он свою стерлить с собой приволок. Да что ты, толстолобик, ты рот закрой, а то на глубину уйдешь. Понял? Ну, рыболов, хеков, рыба, где? Где, где? Сейчас словлю. А что случилось? А что это мы не в рифму отвечаем? В смысле? Трусы отвисли. Так, Вика. А что, Вика? Ты же все время с рыбалки таким рифмоплетом приходишь. Ну, как приходишь? Приносят? Когда это меня приносили? Давай посчитаем. Всегда. Ну, Саня, за рыбалку не чокаясь. Ностальжи. А что это мы так грустим? Ты же все время так на рыбалку рвешься, хвостиком машешь. Я была уверена, что тебе тут весело. Что ж веселиться, если все веселье вон у них. Что ты там бурчишь? Я говорю, Вика, на зимней рыбалке есть определенные традиции, которые надо соблюдать. Например? Ну, например, вот если хочешь словить леща, надо выпить 50 грамм. А, ну, выпей. И потом от меня такого леща поймаешь? Ты рыбу ловить вообще собираешься? Да собираюсь я ловить рыбу твою. Ну, так лови. Рыбу, рыбу, рыбу. Достала меня со своей. О, ничего себе. Ну, теперь понятно, что ты после рыбалки таким на бровях приползаешь. В смысле? Я представляю эту бутылку, если вот такой вот штопор. Вика, это бур. Ты обурел вообще? Вон, дырка вот в нее и лови. Ладно. О, молодец. А шо, гад, руки трясутся, да? Вика, это зимняя рыбалка, здесь так положено ловить. Ну, конечно. Какой же дурак на такой холод попрется не с бодуна, да? Вика, ты вообще зачем со мной поехала? А мне дома скучно. А мне с тобой здесь скучно. А че, рыбак, без водки никак? По трезвяне мороженый хек не клюет? Вика, хек это морская рыба. Ну, за море. А че ж ты все время этот хек с рыбалки-то приносишь, а? Уже чищенный и сцеником. Вика, ну, смотри, в этой лунке не клюет. Можно я пойду там подергаю? Пойдешь туда подергать? И будешь потом месяц на диване лежать и дергать сам. Понятно. Ну, давай уже, Сашка. Ну, когда ты начнешь уже в грязи валяться? Где ты здесь грязь нашла? Ну, ты ж каждый раз ее как-то где-то находишь по уши, скотина такая. Эх, хорошо. Чего тут хорошего? Я говорю, хорошо, Михалыч, что я вдовец. Михалыч, вот ты, когда сегодня дома окажешься, ну, вдруг, ты при жене так не шути. А то она вдовой стать не может. Блин, Викуся, ну, холодно. Ну, че ты там высматриваешь-то? Рыбинспекцию. Какую нафиг рыбинспекцию? Ну, которая у тебя каждую рыбалку все до копейки отбирает. Скотина ты такая брехливая. Блин, Вика, вот реально я сейчас замерз. Я, можно мне для сугреву? Для сугреву? Конечно. Чай пей для сугреву. Блин, да я тебе говорю, можно мне, ну, 50 хотя бы. А че 50? Давай сразу 100. О, 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 о. 100 отжиманий. Сразу. О, как согреешься, спортсмен. Блин. Я тебе говорю, холодно мне. О, кажется, придумал. Саня, если тебе холодно, возьми мои варежки. Да нафиг мне твои варежки нужны. Саня, а ты возьми варежки, они очень тёплые. О, ну дай померю. А на сидеть! Вот, я передам варежки. Так. О, ух ты! Какие тёплые варежки, Сашка. А ну, с начёсом, глядь. Сейчас я их поберю. Сейчас, сейчас. Сейчас. Ой, а действительно, слегка согрелась. Вот ты согрелась? А мне теперь, для сугреву. Для сугреву, Саня, надо термобельё, термоноски и термокостюм. Термобельё дорого. А вот термоводка, это дёшево и вкусно. Переходим к плану Б. У нас есть план Б. Он лучше, чем план А. Ага. Ой, смотри, клюёт. Да какая рыбина большая. Без Сашки не вытянуть. Чё? Помоги, Сашка. Чё это, без Сашки не вытянуть? Дай его сидеть. Сиди. Я говорю, без Сашки нам не вытянуть. Помоги, Саш. Я могу сидеть. Я сама помогу. Что ж я. А ну, давай, подсекай, подсекай. Выводи на м... О-о-о-о. Сашка, ты гля, какую я щуку поймала. Какая красавица, холодненькая. Сейчас я её попробую. Облажался с планом Б. Ой. А реально теплее стало. И как-то даже веселее. Ой, мальчики, я дико извиняюсь, но мне надо припудрить носик. Бабоньки. Бабоньки. Никогда не думала, что я это скажу. Я вот что подумала. Да отпускайте вы этих своих мужиков на эту зимнюю рыбалку. Им же тоже надо где-то побыть мужиками, почирикать между собой. А то дома мышек всё время пилим. Зарплата у тебя маленькая, квартира у тебя маленькая, всё у тебя маленькое. А здесь рыбка, она хоть и маленькая, но он её поймал сам добытчиком. И вы не бойтесь, они вам там ну точно не изменяют. Ну тут реально такая холодина, что им даже изменить нечем. У них просто все вот эти хсомики в пискариков превращаются. Ну да, да, они приносят, они домой рыбу. Ну что вам нужно? Ну вам рыба нужна? Или чтоб мужик счастливый был? И самое главное. Всё, вырубилось. Так, мужики, берём её и ко мне. У меня сейчас на кухне два карпа по литру стоят. Молодец, Сашенька. Научил ребёнка ловить рыбу, да? Вик, всё нормально, я всё контролирую. Вот, сыночек, именно после этой фразы ты у нас и появился. Да не переживайте вы, не утонем мы. То, что такое, как ты, не тонет, это понятно. Я за сына переживаю. Чё? А чё за него переживать? Сыно, у меня для тебя хорошая новость. Завтра в школу не идёшь. Пап, завтра воскресенье. И послезавтра тоже не идёшь. Мне холодно. Холодно тебе, сынок? Ха, давай, Сила, сейчас разогреемся. Поиграем слова. Идиот. Так, нам на Т. Тупица. Нам на А. Дебил. Нет, дебил на А не подходит. В данном случае очень даже подходит, Саша. Ой. Я в туалет хочу. Сыночек, ну потерпи немножечко. На улице холодно, а у тебя может замёрзнуть поплавок. Сыно, чё ты маму слушаешь? У мамы-то поплавка нет. У неё же там садок. Ничего у тебя за минуту не замёрзнет. Папка вон как-то, помню, три часа голый на льдине проспал и ничего. Вот именно, уже год как ничего. Чего? Сейчас приедем домой, я тебе покажу своё ничего. Ты вначале домой доберись. Что вы обычно делаете, когда вас на льдине с мужиками уносят, а? Водку пьём. А кроме этого? Коньяк. А кроме этого? Ну, конечно же, самогон. Саша, я имею в виду, что вы делаете, чтобы вас спасли. А ты знаешь, у нас как-то чудом после самогона на берег выносят. Да. Ладно. Давай. Самогон? Давай, звони спасателям. Ха, не, Викусь, я спасателям позвонить не могу. Мой номер у них в чёрном списке. Чего это вдруг? Там ситуация такая была. Короче, откололись мы на льдине с мужиками, вызвали спасателей. Потом ещё одну бригаду. Потом ещё одну. Потом у нас водка закончилась. Потом мы вызвали ещё одну бригаду. Короче, мы таким способом парализовали всю работу МЧС. Вот меня в чёрный список и внесли. А может, не в чёрный список, а в список придурков. Да не, точно в чёрный. О, слышь, Викусь, а давай с твоего телефона позвоним. Да, мы бы позвонили, если бы у меня аккумулятор не сел. А может, это у кого-то просто очень слабый аккумулятор? А может быть, это просто кто-то снимал 4 часа видео, как он поклёвку ждёт. Вика, это рыбалка. Тут непонятно, когда рыба клюнет. Да лучше бы тебя кто-то в голову клюнул. А я так хотела на 8 марта поехать в Венецию. А чем тебе сейчас не Венеция? Плывём отлично. Из Венеции тут только одно совпадение. Гондольер. Вика, ты чего, тут же ребёнок. А кто такой гондольер? О. Гондольер, сыночек, это твой папа. Чё сразу гондольер? Чё гондольер? Мы тогда с кумом грелись. Ой. Мне холодно. Холодно. Мой сыночек. Давай, согрей ребёнка. На, держи. Ты чё, дурак что ли? На, растирайся. Саша, снял куртку и дал ребёнку. О, сейчас, конечно. Мне тогда одной фляги не хватит. А ну быстро снимай куртку. Чё вы за люди такие, а? На. Держи. То есть ты был в двух курточках? Вика, ну я знал, куда я шёл. Мы прям как в мультике про мамонтёнка. А что там было в мультике? Мамонтёнок плыл на льдине, и когда приплыл к берегу, встретил там обезьянку и бегемотиху. Мы, походу, к твоим родственникам, Вика, плывём. А как мамонтёнок попал на льдину? Ему морж посоветовал. О, а вот тут всё совпадает. Да я типа морж? Советчик ты моржовый. Ой, чё. Ладно. О, люди на берегу бегут. Люди. Спасите! Спасите! Остановились. Ой, а чё они матерятся? Да откуда же я? И палками машут. Конечно, непонятно. Саша! Что? Что ты тут уже натворил? Да ничего я тут такого не натворил. Мы просто с кумом продали им просроченный динамит. Они его даже до реки не донесли. У них в селе как бахнуло. Спасите нас! Спасите нас от этого придурка! И, Кусь, можешь не кричать, они все контуженные. Пока, идиоты! А я так хотела на теплоходике посмотреть вечерний Киев. Ничего, Викусь, через часик посмотрим вечернюю Украинку. А под утро глянем утренний Канев. А я хотела в круиз. Круиз. Вопросов ноль. Сына, держим курс на Одессу-маму. Да кому нужно зимой море? А мы как раз к началу сезона туда и доплывем. Заодно лежаки займем. Ну что, на море едем? Пап, я плавки не брал. Ничего, сыночек. Папа мозги не взял и не парится. Что ты начинаешь? По-моему, отлично плывем. Не хуже, чем в пласткартном вагоне. Температура та же, а главное, носками не воняет. Да, только на один квадратный метр пьяных много. Вика, я не пью, я греюсь. Кстати, блин, с вами вообще кошмар. Жарко стало, ужас просто. То есть у тебя было три курточки? Вика, я смотрю, ты в рыбалке вообще нулевая. Вообще мозгов нет. Интересно, а сколько человек может прожить без еды? Восемь дней. Ты это в школе узнал? Нет, это я узнал, когда ты езжала в санаторий. И оставила нас с папой одних. И я хочу кушать. Кушать? А, кушать, сыно, ты вообще без проблем. Батя ж у тебя добытчик, на, ешь. Саша, мы сырую рыбу есть и будем. Ой, Вика, так как ты готовишь, лучше уже сырую есть. Что? А у тебя ж была это, каша. Какая, тихо, стоять. Прикормка, отдай. Отдай, отдай сюда. Это каша для леща. Сейчас ты такого леща у меня получишь. Спокойно, Вика. Что ты во всем вечно негатив видишь, я понять не могу. Ну, отлично плывем, смотри, красота какая, природа. Деревья все голые стоят. Вон, наша льдина. На сердце похоже. А, по-моему, она на задницу похожа. Давай, Саша, звони. Не знаю, делай что-нибудь. Ладно, ладно, вы что думаете, совсем у вас, папа, дурачок? Ну, не исключено. Так, сейчас, где-то у меня там было. Ага, вот, мясные консервы. Это на черный день. Так, пауэрбэнк для телефона. О, курточка еще одна, надо же. О, вот она, ракетница. О, курточка еще одна, ракетница. О, курточка еще одна, ракетница. А-а-а! 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 Дурак! Вообще мозгов нету! О-о-о! О-о-о! Эй, спасите! Мужики! Мужики! Че? Мы на льдине откололись! Мы тоже на льдине откололись! Мы тоже на льдине откололись! Слышите, а вы откуда плывете? Мы из Чернигово! О-о-о! Прикольно! Слушай, а куда? В Одессу! О-о-о! Попутчики! Так, надо грести быстрее, потому что они наши лежаки позанимают. Молодец, Саша! Класс! Классное путешествие! А чем тебе не нравится путешествие? Плыви себе! Наслаждайся! О-о-о! Наслаждайся! А я хотела all-инклюзив! All-инклюзив? Не вопрос! Сегодня в нашем баре Водочка! Самогон! Спирт! А в ресторане рыбный день! Я так отдыхать не хочу! А как ты хочешь? Как на Титанике что ли? Да! Я хотела как на Титанике! Вот так постоять! А не вот так! Вика! Чё тебе надо формулировать свои желания и отправлять их во Вселенную? Иди в баню! О! Видишь! Ты постоянно это формулируешь, а потом ещё удивляйся, почему я в бане пропадаю! Да лучше б я себе нормального мужа сформулировала! Глаза видели, что брали? Ой! Лёшенька, выглядывай какую-нибудь лодку, которая нас спасёт! Лёшенька, если б твоя мама у нас с тобой деньги не забирала, у нас своя лодка была! Из пивных бутылок! Это не важно! О! Смотрите! Лодка! Спасите! Помогите! Спасите! Тихо! Тихо! Вы что, с ума посходили что ли? Это ж рыбнадзор! И что? Как это что? У нас щука на три килограмма с икрой! Тебе дороже рыбы или мы, семья? Вика! Они нам такой штраф паяют, что мы с тобой на день жить будем! А по-моему это кто-то другой! О! Доброго дня! Такси! Это что, прикол такой? Ни! Это бизнес! Я взагалі за цей сезон на рік вперед зарубляю! Наступного року планую людей на яхте рятувати! Слышь, братан, сколько будет на баллоне? Косарь! Нифига себе! Вы что, вообще уже оборзели? Это дорого! Это против течеи! Хотя можете рятувальников ждать, в них еще дороже! Ну ладно, хорошо, давай мы на почтовой выйдем! Мне пофиг! Косарь! Можете сами грести! Будет 900! Блин! Слушай, может это? Рыбой возьмешь? Ой, нет! Я рыбу с Днепра не ем, я не дурный! У меня від нея кицка сдохла! До речи, чай, кава, капучино! Спасибо, нет! Короче, до свидания, греби отсюда! До побачення! Капец! Сами доберемся! Что значит сами доберемся, Саша? Вика, да расслабься ты, все хорошо! Такой шанс был! Через пару дней будем в Херсонской области! А там такая природа! Капец! Я тебе говорю, сынок! Погуляем! Там вот такие на охота! Тебя щас убить? Или потом, а? Вика, спокойно! Саенс! Что ты начинаешь? Я тебя щас пристрелю! Сразу! Сразу! Что мы весь пост выдержали? Ой, кажется, голова кружится! Эй, вот молодежь слабенькая пошла! Я вот пост с ноября держу! А почему с ноября? Ну, как отопление включили, так и держу! СМЕХ Бабка, а мне твои проблемы? А ты что, алкаш возле церкви делаешь? Ее миленькую светить пришел! Водку светить грех! А это не водка! Это незамерзайчка! СМЕХ Ну, может, незамерзайку и можно, кто их знает! А значит, кошачий корм не грех светить! А у меня барсик крещеный! СМЕХ И Мурка крещеная! И Кася крещеная! И Буська крещеная! Ты уже даже животных крестит? Таких, как ты, нет! СМЕХ Ой, батюшка, батюшка идет! Ой, батюшка! Ой, сейчас освятит! Ой, сейчас освятит! Желаю всем здравствовать! Здравствуйте, батюшка! Всех с великим праздником! Готовы? Да, конечно! Тогда начнем! О-о-о-о! А ну, стоять! Стоять всем, Толя! Ага! Толя, давай быстрее, батюшка! Уже светить начал, давай! Бегу-бегу, Галюнчик! Сколько я раз просила тебе говорить, не называй меня Галюнчик! Галюнчик — это туалет на корабле! СМЕХ А я у тебя Галюсик! Понял, Галюсик! Ага! Так, все в порядке! Эй! Эй! Что это вы впереди? Я занимала! Когда? Это я с пяти утра тут! А я с того года тут! Ага! Женщина, я не понимаю, почему вы в церковь пришли с непокрытой головой? Кость, точно! Толя, это из-за тебя! А что это из-за меня? А то это ты вон без платка! Я посмотрела на твою дурную башку и забыла платок! Так а что теперь делать-то? Что делать? Снимать штаны да бегать! А, понял! Да подожди ты! Малахольный! Это шутка была! Я вон у женщины одолжу! Женщина, что вы делаете? Господь говорил делиться с ближним! Да ладно ты, я освещу и верну! Ой, кстати, у вас что тут? Вкусные пасочки! Женщина, что вы себе позволяете? Ой! Что я себе позволяю? Такое в церкви вообще нельзя произносить! Кстати! Невкусные! Наши? Магазинные! Вкуснее! Бабуля, а у вас там что? Угощайся, доченька! Алло, алло! Что-то вкус какой-то странный! С морковкой и беконом! Барсика любимые! О, Толя, запоминай, что надо в следующий раз к пиву брать! Слышь, незамерзайку будешь пробовать? Вот ты хамло! Незамерзайку! Чтоб сразу туда отправиться! Женщина, я думаю, с таким поведением вам в раю места не найдется! Ой, женщина! Да мне в час пик! В маршрутке место сидячее находится! Там уж я как-нибудь разрулю! Я великодушно прошу меня простить! Могу я начинать? Да подожди ты начинать! Ты вообще кто такой? Отец Ануфрий! А я мать Галина, и шо? Мы еще продукты не разложили! Толя, раскладывай продукты! Людей задерживаешь! Давай! Ага! То уже есть хочется! А вы что, тоже пост держали? А шо, по мне не видно? Не, я не держал, ага! А Толя держал за двоих! Не удержал! Чуть слюной не захлебнулся! Когда смотрел, как я хомячу возле холодильника! Толя, ты шо делай? Шо? Ну куда ты это на пол складываешь? Коронавирус кругом! Ну шо ты! Господи ты! Дай сюда, а! Женщина! Женщина, у вас руки чистые! Подержите, пожалуйста! Толя! Боже, как пахнет! Женя, держись! Толя, я тебе сказала с балкона взять одеяло! Так взял я? Какое ты взял? Вот! Я тебе сказала новое взять, а не старое! Толя! Ой, ну ладно! Ладно, давай, вытрусим! Ага! Женщина! Женщина, а что вы сделаете? Что же продукты? Эх! А вы что схватили наши продукты, а? Давай и в такой-то праздник! Ну! Эй! Да, Толя! Маловатое одеяло мы взяли, конечно! А, батюшка! А давайте вот вы сначала вот нас всех освятите, а потом к ним вернетесь на бросок! А давайте! Стоять! Все по очереди! А то нам опять воды не достанется! Да, Толя? Ага! Ну-ка! Что у вас там водичка, теплая? Да что вы делаете? Странно! Я думал, рука сейчас зашипит! Толя! А? Ты нафига вот эти вот огурцы взял? Ты что не видишь банка вздутая? Вот ты балбес! Воистину балбес, Аля! Вы бы не богохуль лечили перед батюшкой, а ты не матюкайся! Да я то стерплю! А вот... А что там? О! Дождь начинается! Толя! Батюшка говорит, дождь начинается! Давай, выкладывай быстрее! Давай! А я думаю, что у меня колени крутят-то, а? А я что-то не поняла! Толя, а где яйца? На месте! Алёсик! Вот ты антихриста! Это в такой-то праздник, Толя! Пасха! Так они крашеные! Ты у меня сейчас дошутишься! Да есть, есть яйца, шо ты! Смотри, если б забыл, я б твои в лоток положила! Господи, я не понимаю, для чего вот такие вот люди ходят в церковь? Ой, женщина! Если честно, раньше ради когора ходила, а потом они бодяжить его начали! Так что такое, чисто за компанию хожу! Толя! А? Холодец куда ты поставил? А? Посередине холодец ставь! Ага! Я что-то не понял, они Пасхи пришли, святители, юбилей праздновать! Ага! 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 А гороховая каша где? Пюре гороховое! Трехлитровка вот такая стояла! Да перестань ты со своим гороховым пюре! Это мое любимое пюре! Да весь дом знает, что оно твое любимое пюре! Отху ты ну ты а! Я же им позавтракала! Точно! Ага! Да что ты так долго, Толя! Ты! Ты! Ты что, Толя? Рагу крышка не закрыла! Ну что ты! Ты закрывал же! Да не закрывал ты! Я вон врюхалась! Господи ты! Женщина, что вы творите то? А что я, ширными руками что ли буду стоять, а? А вдруг я вас обнять захочу вот так? Не надо меня обнимать! Я так поняла, я сейчас тут и умру в этой очереди пока ждем! Заодно меня и отпоете! Никого отпевать мы не будем! Тем более, сегодня в такой праздник! Сейчас Дяк, он придет свеженькой водички принесет! Что вы на меня смотрите? Что, что? Убить вас хочется! Да не хочется грех на душу брать! Давай я! А что, одним грехом меньше, одним больше! За мной будешь! Батюшка, благословите! На святое дело еду! Давайте мы все успокоимся! Вот Дяк он уже водицу принес! Все готовы? Да! Давайте начинать! О-о-о! Толя! Что? Кровянка где? Ты что, кровянку не взял? Толя! Да я на четырех утра эту кровянку делала! Кровь в кишки вот так запыхала! Вот, кровь до сих пор у меня под ногтями! Я ее в маршрутке забыл. Да беги быстрее в маршрутку. Отдал же бог мужа. Давно бы уже с ним развелась. Так нет же. В церкви повенчались. Есть. О, молодец. Правда не наша, но ладно. Ну, тоже пойдет. На этом все. Можно? Можно. Давай, брызгай на колбасу. Все, спасибо, спасибо. Все, побрызгал. Ага, ну, теперь можно и на меня. На рабу твою. Твою мать. Толя. Что? Толя, где хрестик? Толя, хрестик. Ты одевала его? Ну, конечно, он еще ожог мне оставил здесь. Да ладно, ты его все равно раз в год одеваешь. Да не твое дело, раз в год я одеваю. Ах, варьё. А ну, стоять. Карманы выворачивая. Чего? Выворачиваем, говорю, карманы. Женщина, да что ж вы такое говорите-то? А вы-то что-то глаза вылупили? Рясу задирай. Я говорю, рясу задирай. Ой, что такое себе тут пузо... Толя. Почти как у меня. Да ну, Галя. Тут же он? А у тебя вот такой? А, то... Бабуля. Все карга старая. Сперла до крестик. Чего? Я думал, а что ты ее вот так вот к земле притянул, а? А ну, давай, давай, доставай крестик. Аля, так он же у тебя на спине перекрутился. Точно, ладно. Живи, карга старая. Батюшка, что стоите? Только вас и ждем. Меня? Ага. Ё-моё! Толя! Что? Паска где? Пасочку забыли, мы купили в магазине. Ты что, на кассе ее оставил? Да ладно, Галя, ну, без Паски будем. Вон, пускай батон посвятят. Ты что, батоном поминать будешь? Кого? Тебя кого? Да ладно, что ты на батону так сметану намажем, и все, как Паска будет. Ты балбесень, а? Давайте, батюшка, ну уж без Паски давай. Слушайте, а давайте я вам водицу святую домой отдам, вы там все сами посвятите, а? А что, так можно? Конечно, вам можно. Так а что же вы людям мозги-то компасируете? Ну, стоите, держите. Конечно, ну все, спасибо вас. Ага, с праздником. Спасибо, и вас, это вам презент. Можете расходиться по домам. До свидания, спасибо. Как расходиться, батюшка, вы что, а мы? Вы им все воды раздали, а нам как освятить-то? Послушайте, люди добрые, да неужто непонятно вам, что не важно, сколько капель воды святой на тебя попало, не важно даже, сколько дней ты пост держал, важно, сколько любви в сердце твоем, и сколько ты этой любви даришь ближнему своему. О, вот что важно-то. Аля, ты мне место заняла. О, Света, ты где ходь? Ты Пасхи купила? Купила. Батюшка, чё ты стоишь, как истукан, брызгай давай. Я сейчас всю эту семью кадил, он пере... Тихо, батюшка, не бойся. Так ты посмотри, да я террорист. Ты чего прибёрлись-то? Ну, в общем, батя и взял грех на душу. Не, ну, мы его, конечно, закопали, по-христиански, но боюсь, что живого. Бать, вот это можно как-то порешать, а? Сын Божий Сиплый. Как порешать? Как порешать-то? Ну, как-как? Как в прошлый раз. Зачем мне ещё одна бэха? Ты что, я так понимаю, строим новую церковь, да? Сиплый, ты что, не видишь, что в стране творится? Не время сейчас деньги в бизнес вкладывать. А вот на Кипре самое то. На Кипре построишь. Только помни, грех у тебя очень тяжкий, поэтому строй добротно, как себе, и чтобы с джакузи. Церковь с джакузи? Да. Будем отроков крестить. Ты кулакольню можешь не строить, вместо неё бассейн поставь. Там одна цена, получается, я всё посчитал. Бать, всё сделаем в лучшем виде. И самое главное, Сиплый. Чё? Пост. Соблюдай пост. Бать, да ты что, да всей братвою держим. Вы же у нас пример. Иди уже, Сиплый, иди. Алло, ресторан? Это Никодим. Мне стейк из мраморной говядины, только не жирный пост сейчас. И водочки, грамм 150, не более. Нет, нет, не сюда. Домой. Домой завезите, в загородный дом. Да, снимите с карточки. С бонусного счёта. Наша служба и опасна, и трудна. Ты, на первый взгляд, как будто не видна. Батюка, я прошу прощения. Батюка, я слышал, как вы пели, батюка. В Киеве зараз 13-та годына, вы слухайте Радио Проминь. Радио Проминь, Проминь. Батюшка, я прошу прощения, я в щелочку вижу. Я исповедоваться, батюшка, я быстро исповедуюсь. Давай исповедуйся, только быстро исповедуйся. Ой, батюшка, спасибо. Ой, батюшка, грех, грех у меня чашки, батюшка, ой. Я, это, мясо в пост поел, батюшка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Что ж творишь ты, грешник? Ай-яй-яй-яй. Священный пост, мясо. Батюшка, чем искупить, чем искупить вину? Три раза на ночь, отчинаш, прочитаешь. Ага. И четыре раза по 50 гривен вот тут коробочку с надписью на храм положишь. Понял? Ага, ага. Все, понял. Все, иди, свободен. Батюшка, а этим мясом я водку закусывал, ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага-яй-яй. Что ж творишь, что ты окуянный? Шесть раз отчинаш прочитаешь. Ага. И теперь триста гривен в коробочку положишь. Понял, батюшка. Я не буду задерживать тебя. Ага. Батюшка, батюшка, батюшка. А после водки этой окуянной меня на бабы потянуло. Ну, этими словами тут никого не удивил. Что, батюшка? Я говорю, удивил ты меня. Неужто недостаточно тебе прегрешений? Батюшка, чем искупить? Чем искупить можно? Пойдешь в дальнюю комнату, подойдешь к ключнице, купишь у нее свечи и оставишь триста долларов. И отпустятся грехи твои. Все, иди с миром. Батюшка, а за триста долларов точно отпустятся? Ну, если не отпустятся, мы вернем тебе все свечи. Ага. Батюшка, батюшка, это же не все, батюшка. Женщина эта, блудница. Она же меня в свой дом привела, батюшка. В свой дом, представляете? А там дом, видимо, какого-то олигарха. Все в золоте, в мраморе. Батюшка. Представляете, у них там посреди дома фонтан с вином, батюшка. Погоди, погоди, погоди. Ну что, я буду, ладно, всякие мелочи. Вот мы в этом вине второй раз и айх. С этой женщиной. Ладно, что я, пойду, батюшка. Погоди, не бывает мелочей для служителей. Каждому обязаны помочь. Что за фонтан? Не когор ли там лился? Батюшка, я в этом вине плохо разбираюсь. Ну, сладкое вино, знаете, сладкое такое. А насчет дома этого, вместо окон там стояли ли витражи из муранского стекла? Не понимаю, батюшка. Ну, какие-то картинки были. Ну, дева Нагая была там изображена? Не, не было. Фух. Баба с сиськами была. Дева так не была, батюшка. Ну-ка, поподробнее про этот дом. Была ли там красная крыша? Сделай так, чтобы это был дом прокурора. Нет, батюшка, такая золученая крыша, как у вас купола. Вот. Что, батюшка? Что? Плачьте. Плачьте, батюшка, да? Плачу. Плачу. Вы что, курите, батюшка? Это ладан. Ага, ага. Что дальше? Да вот, батюшка, ну что дальше? Уже уходя, уходяя, я это, ну, спьяну или что, зацепил локтем какую-то вазу. Она упала, разбилась в дребезги там. Епископа подарок. А? Третий век. Что, батюшка? Век тебе гореть в аду за твои прегрешения. Да понимаю, батюшка. Потом-то что было? Да что потом? Я хотел вот эти осколочки спрятать, знаете, так. Сгробнул, сгробнул, открываю комнату, ну, чтобы туда там. А вместо комнаты сейф с деньгами, батюшка. Сейф, огромный денег там. Да. Это что, судный день, что ли? Батюшка, ну я эти деньги взял все и в полицию отнес. Ну, с этими я порешаю. Что, батюшка? Поощряю я это действие твое. Что дальше было? Там странные документы были, какие-то штампы, печати. Что с документами? В прокуратуру отнес, бабушка. Сразу в прокуратуру. В старую или в новую? Прошу тебя, сделай, что хоть сейчас чудо произошло. Сюда! Сюда, батюшка, не ходим! Икона наша мироточить начала! Да не об этом чуде я просил! Уйди, юродивая! Завтра весь патриархат мироточить начнет. Ну, батюшка, ничего не оставил. Оставил, батюшка. Вот, 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 рыбок я не тронул. Рыбки божьи твари. Фу, спасибо. Я их отпустил. Взял, а когда аквариум так переворачивал, около речки, какие-то стекляшки посыпались, батюшка. Бриллианты! Стекляшки. Я думал, надо, сроднул, сроднул, так и этой женщине отдал, с которой, ну, у нас вот это вот и было. Вот. Она их взяла и говорит, к маме поеду, к маме. В Чернигов? На Мальдивы, батюшка, сказал она. Вот. Судьба у нее, видать, такая. Видать, да, батюшка, видать, да. Ну, после этого ты хоть ушел из дома этого? Ну, почти ушел, батюшка. Ухожу, смотрю на это, в гараже, как эта машина. Я, знаете, из зависти или что, так сжег ее, батюшка. Сжег, ну, прям он сжег. Какую машину? БМВ, кажется, батюшка. Какую, БМВ? Обе, батюшка! Обе. Огонь перекинулся заодно на вторую. Батюшка, обе. Вы что, водку пьете, батюшка? Это кошерная. Мне ее раввин подарил. Ага. Что дальше-то было? Ну, что, что, что? Ну, после этого ушел я. Ушел, батюшка. Ушел? Да. Напоследок только дом сжег, ну, чтобы следов не оставлять. И ушел. Ай, все забрал! И к вам, Кайп. Что ж теперь делать-то мне? Ну, что делать, батюшка? Ну, что делать? Ну, для начала, отчинаш выучить. А? Ну, молиться начать. По-настоящему. Ну, на проповедях людям внятно говорить, а не 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28. Ну, и поверить, в конце концов? Во что поверить? В меня. Отче! Уверовал! Уверовал, отче! Всем сердцем уверовал! Один вопрос только у меня. А страховка дом покроет? Понял! Понял, только в церкви поживу! Поживу! Ну, и что дальше? Так. Гитлер украл мопед у Фредди Крюгера и уехал с женщиной-кошкой в сторону синагоги. Прям новый клип Поляковой. Кто вообще этот Хэллоуин придумал? Ну, нафига этот праздник нужен? О, пожалуйста, дьяволу был нанесен удар тупым металлическим предметом на цепи шесть раз. Жесть. Это что же за монстр такой? Самому дьяволу навалял. О, Сергей Иванович, здравствуйте. Вы уже протрезвели? Нет. Да? Глазик не болит? Очень. Вы уже не планируете отыметь всех сотрудников милиции? Нет. Хорошо. Одежду мою. Одежду. Одежду. Вот, пожалуйста, ваша одежда. Спасибо. 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 Ой. Ой, мамочки. Кстати, Сергей Иванович, очень странный у вас наряд на Хэллоуин. Ага. Это моя рабочая форма. Подождите, так вы действительно... Ха-ха! Саня, вот теперь все сложилось. Оказалось, это была не драка в клубе. Это было прям противостояние добра и зла. А еще портмоне мое было. А, портмоне ваше есть, да. Вот, пожалуйста. Ага. А еще кадило было такое тяжеленькое. О! Я только сейчас понял, кто дьявола ухайдохал. Ой, а можно водички? Святой. А что, есть пиво? Пожалуйста. А, водички. Спасибо. Ну, давайте, рассказывайте, где вы были этой ночью? Ага. В раю. А что так грустно? Вы были в ночном клубе Рай, правильно? Да, да, да. Ну, рассказывайте, что там, как? На чем приехали? На автомобиле. Так, понятно. Марка автомобиля какая? Бентли Континенталь Супер Спортс GT. В12 Битурбо. Ваш автомобиль? Нет, нет, это служебный. А, понятно. За рулем-то хоть вы были? В основном я, конечно. Но периодически между мной и рулем женщина появлялась. Подождите, и что она там делала, интересно? Исповедовалась? Больше грешила, конечно. Я так понимаю, вы за рулем уже были выпивши? Ну, сами понимаете, не так часто в рай попадаешь. Ну, понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, зачем вы избили охранников? Охранников? Так они, юродивые, меня не пускали в рай. Вот так и запишем, раз создаетесь. Значит, пиши. Ударил охранника Петра и Павла за то, что те не пускали его в рай. Петра и Павла. Господи, вот совпало то. Уважаемый, а почему они вас туда не пускали? Сказали, что мест нету. А я не для того 30 лет в монастыре служил, чтобы услышать, что в раю нет мест. Господи, что ж будет-то, что ж будет? Вот если бы это были реальный Петр и Павел, то гореть вам в аду синим пламенем. Понятно. А так всего лишь два года исправительных работ. Как два года? Вы что? У меня же клиентура. Можно мне телефонный звонок? Звоните. Спасибо. Алло, Алексей, не смогу я отпеть вашу бабушку завтра. Минимум через два года. А по-моему, вы вчера уже ее отпели. Как это? В клубе. Вот. Моя бабушка курит трубку. Трубка курит. Бабушка курит. Успеваю твоя день. О, Господи. Голова-то у вас не болит после вчерашнего-то, а? Ой, болит. Болит? Может, таблетку дать? Ой, не надо. С таблетки в клубе вчера все и началось. Ладно, понятно. Зашли вы в клуб, что дальше было? Ну, как что? О, только я подошел к клубу. Тут у меня вся картина мироздания-то и рухнула. Представьте себе эту огромную неоновую вывеску рай. А под ней беснуются вурдалаки, черти, бабы голые, вертеп какой-то. Ну, понятно, понятно. Вы сразу решили покинуть рай, правильно? Не сразу. Я на одну минуту подумал, а вдруг он такой и есть? Ну, минутку вы подумали и покинули место. Я взял дополнительную минуту. А больше вы ничего не брали? Брал. Бутылку текилы, бутылку виски. А принесли мне их шесть зеленых мексиканцев. А не дофига ли на одного человека? Так я же не один был. Я с матушкой. Хрен вы меня догоните, менты галимые! Добрый путь! Земля прощает! Вот она мне таблетку и дала. То есть вы в клуб приехали с матушкой? Нет, нет, я ее уже там встретил. У нее мальчишник был. Девишник? Сначала-то был девишник, а потом уже начался и мальчишник. Ты что? Ладно, хорошо. Пиджейку зачем вы трогали? Пиджейку? Я-то хотел прикрыть ее тело ногое. Чем? Собой? Ежели ничего другого под рукой не оказалось. Понятно. А за сцену зачем вы ее потащили? Исповедоваться. И что? Она уверовала? Два раза минимум. Скажите, зачем вы полезли к диджею? Я просил его псалмы православные поставить во всеуслышание. Батюшка, ну откуда у диджея псалмы православные? Да что ж, я не понимаю-то ничего. Они же у меня завсегда со мной. Вот, на флешке. Зачем вы отобрали микрофон у ведущего? Дабы предупредить всех собравшихся на ближайшемся суде Божьем. Ну и что, предупредили? Да. И что они вам ответили? Они сказали, ю-ху, мочи еще. Хорошо. Если вы мочили, то почему в клубе начался пожар? Это голос свыше сказал мне, встань, выйди на танцпол и зажги его. И встал я, и зажег его огнем праведным. Да, да, да. И у вас сразу появились последователи. Человек пятьдесят. А откуда вы все эти подробности знаете? А вот ролик в интернете. Батюшка в клубе. Жалоб православные! Полтора миллиона просмотров. Батюшка, скоро новый клип Зидзо перегоните. Не дай бог этого черта бородатого обогнать-то, а? Короче, батюшка, придется вам из своего храма в наш храм, только уже с решеточками переехать. Тогда еще один звоночек, можно? Да звоните, звоните. Спасибо. Алло, отец Никодим, я в ментовке, код двенадцать. Стоп, я не понял. Что это за код двенадцать такой? Это наш корпоративный сленг. Код принят! Здравствуйте, ребятушки. Здравия желаю. Ребятушки, отпустите нашего батюшку. Он у нас хороший. У него приход свой. Ох, вчера такой приход был. Ну, есть же люди и хуже его. Ну, он матушку хотя бы взять. Мы его накажем. По всей строгости накажем. Он у нас целый год строгий пост держать будет. Э, нет, я в ГАИ не вернусь. Сань, ну, может, действительно, ну, ведьма и у них есть люди нормальные, порядочные. Сразу видно, человек хороший, спокойный. И без понтов. Без понтов. Да, милиция. Хорошо, понял. Что? Все, можете быть свободны. Хозяин клуба забрал заявление. На всю волю божью. Слава богу. Батюшка, идемте скорее отсюда. Если купать начнут и поймут, что это ваш клуб. Вас анафеми придадут, батюшка. Алло, дорогая, да, это я. Представляешь, что на сегодня банкет заказали. Ну, как банкет? Вечер встреч выпускников. Да какой мой, ты что? Я бы на свой не пошел никогда. Там одни придурки учились. Надеюсь, я сегодня не поздно. Целую. У меня в классе только одна нормальная девочка была. Наташа. Так. Мужчина, этот стол занят. Дятел! Дятел! Не может быть. Ты что, дятел? Это ж я. Саня, дуб, вспоминай, ну! Я вас не знаю. Дятел, долганишь, штукарь? Завтра отдам. Завтра не моя смена. Ну, значит, не отдам. Ну, вспоминай, ну я ж тебя. Головой в туалете. Вспомнил, вспомнил. Что заказывать будете? Что с тобой взял, то и буду. В это заведение со спиртными напитками нельзя. Ой, ты прямо сейчас, как наша училка, сказал. А че-то у тебя, че-то... Евгений! Дятел! Так не Евгений! Капец! Ну, давай, дятел Евгений, присаживайся. Выпьем с тобой за встречу, ну, заодно и за знакомство. Мне нельзя, я тут работаю. Кем? Догадайся. Директором? Полотенцем? Да ладно. Ну, ты дуб. Я теперь понял, для чего нужен был красный диплом, золотая медаль. Ради быт же и полотенца! Съелся! Слушай, если ты работаешь, так может, долганешь штукарь? Не, я же не себе, просто сегодня Натаха придет, а я хочу ее с порога встретить и все шампанским облить. Кстати, почем у вас советская? Натаха? Дунайская? Я сейчас. Алло, дорогая, представляешь, банкет затягивается до утра. Да, я один на спине. Меня не жди, ложись спать. Да. Ха, дятел. О-о-о-о! Сашка! Дуб! О-о-о-о! А-а-а! Ну дай хоть первую букву, а. Первая буква Н. Назаренко! Вторая И. Нефёдов! Идём дальше. К. Никак тебя не вспомни, брат. Честно. Сашка, как был дубом, так дубом и остался. Никишин! Жека! Господи, я ж за тобой 10 лет сидел! Тихо-тихо-тихо, не поворачивайся! Да, я хоть на тебя налюбуюсь! Я ж все твои волоски наизусть помнил! А ты лысеешь уже, Никишин! И жвачка по-прежнему у тебя на башке! Где жвачка? Это шучу я! Жека! Конечно, лысею, 20 лет прошло. Ну да. Ты как в 10 классе пропал, так... Обстоятельства. Кстати, долганишь штукарь? О, точно! Ты тогда так и сказал. Долганишь штукарь, иначе сяду. Рассказывай, где 20 лет пропадал. Ну, где... Короче, долганул бы тогда штукарь, чаще виделись. Слушай, жека, а че ты так вырядился, как на свадьбу, а? Как че? Сегодня же Натаха придет. Дунайская! Дунайская? Дунайская! Подожди, я когда с ней встречался, она была так. Дунайская? А, точно. Ты ж в 10 классе сел. Ну, не за мной, а вообще. А у нее в 11-м как бы и все, и началось. Не знаю, то ли капусту есть начала, то ли гирьки привязывать. За ней весь класс ухлестывал. Даже бабы. О, Никишин, привет. А Натаха уже есть? Не, Натаха еще не приходила. Это кто? А, это... Это Сашка Дуб. Первый парень Натахи. Саня, Дуб. Олег Петрович. Ха, че так официально? Депутат? Физрук наш. Так я, получается, не один Натаху за попку на канат подсаживал, да? А че, я его не помню? А у него это... Освобождение от физкультуры. А так, Свидмискаш, здоровый парень. О, Санек, долгоней штукарь, кошелек забыл в реке. Прям с языка снял. Ха, капец. О, Олег Петрович, здрасте. Ха, дятел! О, Никишин, привет. Привет. А ты знаешь, Петрович, что дятел Евгений? Ну ладно. Дятел это Евгений, не стучи. Олег Петрович, а Натаха точно придет сегодня? Конечно, конечно придет. Я бы иначе и не приходил. Или ты че думаешь? Я пришел посмотреть, как ты, дятел, за 20 лет стал еще детлее. А вы помните, как я для Натахи цветы из клумбы воровал? Да, да, да. Выпускной. Он цветы воровал. Да я ради Натахи бананы в магазине воровал. А помните, как мы всем классом смотрели, как она эти бананы ест? Слушай, дятел, а у тебя в ресторане бананы есть? Намек понял. Несу. Давай, несы. Молодец. Так, мужики, давайте сразу на берегу договоримся. Сегодня Натаха идет со мной. Тем более у меня с ней было. Да ладно? В 10 классе? Конечно. Не, ну я же не сказал, что у нее со мной было. У меня с ней было. Ой, ну так у всех было. Я, между прочим, единственный из класса, кто с ней целовался. Целовался. В щечку. Какую щечку? С языком. А вы, Олег Петрович? Да нет, ты что, я же учитель, статья. А, зато на выпускном я ее почти. Что значит почти? Почти ее. Техничку. Бабу Нюру? Ну, представлял я в тот момент Натаху. Ой, ну так у всех было. Ну да. Желаю здравствовать. Это же, это же Егор. Ну, помните, Егор Бесенко. Пес. Пес. Ё-моё. Это уже в прошлом. Слушай, а нам говорили, что ты бизнесом занялся? Было дело сразу после рэкета. Но потом в какой-то момент понял, что не мое это. Что несчастлив я. Эти сплошные поборы, это налоговая. Пришлось Гелендваген за долги отдать. В общем, в какой-то момент решил посвятить свою жизнь служению в церкви. И что? И сразу хорошо стало. Вот. Сразу прям так легко почувствовал мое это. Вот налоговую осветил, Гелендваген новый купил. Слушай. Бес, а долга не штукарь, а? Бог подаст. Скажите, другие мои, а Натаха в миру дунайская, она уже появлялась? Подожди, Егор, у тебя что, с ней тоже было? Почти. Она ко мне, когда на исповедь пришла и рассказ свой кончила, то я и чуть ли грех прямо в церкви не совершил. В общем, я здесь, чтобы закончить начатое. Где она? Слушайте, мужики. Так у нас не вечер встреч выпускников, а вечер свидетелей Натахи. Нет, 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 никаких свидетелей. Это конкурирующая организация. Я вам хочу сказать сразу, Натаха сегодня поедет со мной. Чего это с тобой? Да я, между прочим, между прочим, у жены официальное разрешение на измену с Натахой получил. Ой, да ладно, не звезди. Чего я фотографию жене показал, она говорит, будь мужиком, она б тоже изменила. Короче, мужики, давайте так. Сейчас мы по штуке скинемся и поспорим. Кто Натаху с тобой забирает, тому и касса. Я согласен, давай. Давай, давай. Поскольку по тысячу. Да, по штуке, по штуке, все по штуке скинулись. Хорошо, отлично. Так, стоп. Это что за фигня? Штуки не хватает. Кто не скинулся? Я сдал. Я сдал. А, это я не скинулся. Слушай, бес, долгони штуку, я тебе завтра отдам. Попробуешь мне отдать, за яйца подвешу. Хорошо. Так. Все. Так, я сейчас танец закажу. Один танец и Натаха моя. Ой, танец он закажет. У меня, между прочим, два билета в кино есть на последний ряд. Места с языком. А я, а я, а я. А я буду Натаху брать. Природной красотой. Ты, дуб, на природу надейся. А сам-то не плашай. Женщины любят драгоценности. Большие драгоценности. Примерно такие. А вы прикиньте, если Натаха со своей подругой приедет. С какой? Ну, с этой. С какой, подожди. Ну. С Оксаной? Оксаной. Оксана. Оксана, ёлки-палки. Оксана. Оксана обезьяна. Косая, которую Егор портфелем по башке дубасил. Вот поэтому она косой стала, что ты ее портфелем дубасил. В южной районе все собаки шугались. Еще говорили, кто с ней переспит, тот всю жизнь чухмарится будет. Не помню я ее. Да как не помнишь, Егор, ну. Вспомни, на выпускном ты напился и пошел ее до дому нести. Я все грехи свои замолил уже. Хватит об этом. Слушайте, как с этой Оксанкой Натаха дружила? Натаха по сравнению с ней была просто богиня. Да на фоне Оксаны даже баба Нюра была богиня. Это вы Оксану обезьяну вспомнили? Которая мне палец откусила. Чего? На ноге. Так, мужики, хорошие воспоминания. Погнали за стол. Садитесь. О, что ж. Так. Оферсант. Мне стакан воды на отдельный счет. Вот знаете, за что я Женьку всегда любил? За то, что он самый принципиальный из нас. Да, помните, как мы все с урока ушли, а он один, кто остался. А помните, мы в туалете курили, а он нас дал. Кстати, а помните, он на выпускном пообещал, а? Что девственность потеряет только с Натахой. Ну ты и гнида была. А теперь мало того, что ты гнида, ты еще и балабул. Чего? Я до сих пор жду. Чего же я пришел-то? Да ладно. Чего, за 20 лет ни с кем не-не? Мужик сказал, мужик сделал. Ты когда мужиком-то успел стать? Что? У меня, между прочим, с Натахой, да можно сказать, было. Да, мы еще в детском садике друг другу письки показывали. Слушай, Жек, вот Натаха придет, ты с этого не начинай. Хотя бы на танец ее пригласили. Слушайте, слушайте, мужики, предлагаю первый танец с Натахой отдать Жеке. Ему реально больше всех надо. А что это Жеке? Подождите, ну 20 лет терпел, еще 20 потерпит. Сколько лет? Давайте выпьем. Давайте, друзья, давайте. Давайте, мужики, за встречу. Да за какую встречу? За Натаху. А вы че это, мужики? Без меня, что ли, пьете? Мужик, мы всегда без тебя пьем. Иди отсюда. За комплимент, конечно, спасибо. Не понял. Не, ну что мужиком назвали, значит, уже у меня все получилось. Ну-ка, поведай нам, кто ты, сын мой. Да вы че, мальчишки, я же одноклассница ваша, Натаха. Дунайская. Ну, вот это. Так. Мужики, больше водку не пьем. Она паленая. Ну, вот и пришло это время прочитать эту книгу. Алло, дорогая, банкет закончился раньше, представляешь, еду домой. Мужики, пацаны, да вы че, да вы че, я же всегда себя чувствовал больше пацаном, чем девчонкой. Ну вы куда? Я же вас знаю всех как облупленных. Так, ты облупленный, я не знаю, что тут за театр устроил, но у меня, между прочим, разряд по боксу. Олег Петрович, а помнишь, как ты вот этой шершавой ладошкой меня под попку на канат подсаживал, да? Помнишь? Лучше б мне Оксана обязательно руку откусила. Стоять! Санька, а ты бананы все время покупал, помнишь? Чтобы посмотреть, наконец-то, как я их ем. Сейчас увидишь. А то. Все, как, да, как. Ай! Е-мое! Толстый! Нет! Помнишь, как мы с тобой за гаражами целовались, а, Женька? Не-не-не, мы же, мы же в щечку, в щечку. А, нет. Засос. Нет. Язычками. Нет. Да-да. Остановитесь! Нет! Остановитесь! Бес! Нифига себе, ты что, останавливаешь меня? Главное, когда портфелем по башке за гаражами мою подругу Билл, я тебя не останавливала. Гляди-ка, Билла Оксану, а плохо с головой у Наташки. А ты, тебя, 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 тебя не помню почему-то. Слава тебе, господи! Э-э-э-э, куда ты? Давай, мужик сказал, мужик сделал. Кто-то-то-то-то-то? А какой я мужик? Я гнида. Балабол. Следующая композиция звучит для девушки Натальи из 42-й школы, которую на танец приглашает Олег. И? И Олег Петрович? Это другой Олег, другую Наташу из другой 42-й школы. Ну вы чего, мальчишки? Ну давайте сядем, давайте выпьем, ну за стол, ну прошу вас. Ну. Ну расскажите, что у вас нового, ну пожалуйста. Боюсь, что наши перемены по сравнению с твоими рассказывать они не стоят. А вы совсем не изменились? Сейчас я подпудрю носик немножко. Кошмар. Натаха, мне нужно выйти. Мне надо выйти. Это встреча выпускников. Я тоже. Ну да, за Натаху. Предлагаю не чокаясь. Ребята! Одноклассники, привет! Это кто? А после Натахи это может быть кто угодно. Ребята, ну это же я, Оксана. Ну помните, меня еще собаки шугались. Да и за меня водку разрешили в школе продавать. Ну, вы же мне единственное на 8 марта бритву подарили. У меня же у первой из класса усы начали расти. Ну, у меня еще волосы вот такие были. А на голове короткие. Ну, Оксана. Оксана Альсиана. Дорогая, ты уже здесь? Да, Сенька, прости, что опоздала просто машинку. Не могла припарковать. Оксана! Ты знаешь, кто это? Вот он. Ну, конечно. Это мой любимый Сережа. Не знаю. Ну, а в смысле, моя бывшая подружка Наташа. Ну, мы просто любим друг друга. И Наташа ради меня сделала из себя мужчину. А из меня женщину. Батюшка, похоже, вы с портфелем-то в школе переборщили. Слышишь, Наташа или там это, Серега, а что ты нас здесь вообще собрала, Аллах? А знаете, пацаны, просто мы сегодня с Оксаной расписались. Да. Хотели отметить это в кругу одноклассников. Да и ведь, кроме вас, это больше никто не оценит. Я тебя очень люблю. А я тебя никогда не буду изменять. Чего? Чего ржешь, дуб? Жак, это наш до конца жизни немцы никого останется. Ну, поздравляю. Когда холодно и скользко. Блин, санки забыл. Нужно срочно поднимать настроение. Святая правда. Только как это сделать? Ну? Ну? Максим Николаевич, вы не поняли вопрос? Не, я понял вопрос. Я жду варианты. Вариант только один. Наше! Дизель-шоу! Дизель-шоу! 22 и 23 февраля. Это высокое искусство! Успейте приобрести билеты на концерты в Дизель-шоу. За беседу! Дизель-шоу! Веземро! И это высокое искусство! Продолжение следует... bokatto!